Была на тренинге по секс-образованию, и там сказали, что для того, чтобы быть притягательной и обязательно женщина, просто обязана получать минимум 5 вагинальных и 3 анальных оргазма в месяц, иначе она не до женщины. Я не могу, когда это все вы мне пишете в директе, я плачу, у меня слезки текут. К сожалению, в реальности нашего дня до сих пор существуют такие образовательные секс-центры, и тренеры, которые рассказывают об 11 видах оргазма, которых не существует. Просто их нет, потому что что бы там ни стимулировали, отклик всегда будет где? Мы же тогда заводна в клиторе, потому что все нервные импульсы собираются, да, и сама по себе, если женщина, стимулируется женщиной анус, да, сам по себе анус, но он не оргазмирует, но у него нет этой функции, да, есть точки клитора, которые доходят до ануса, и через стенки прямой кишки стимулируются эти ножки, да, импульсы собираются в клиторе, и происходит сжатие мышц тазового дна, такое вот получается оргазм, ну, оргазм, оргазм, разрядка, фейерверк, вот это все происходит в одном и том же месте. То есть для того, чтобы у женщины был оргазм, трудится, не отдельно анус для этого, не отдельно вагина, не отдельно соски, не отдельно нашушные раковины, не отдельно клитор, весь вагинальный уретраильный комплекс задействован для того, чтобы у женщины было удовольствие. Ну, логично же, да? Как это можно, зачем это делить на какие-то виды? Я не знаю, но до сих пор это почему-то существует. В старых школах, я их, кстати, называю динозавровскими, даже я, когда училась на сексолога и получила свое образование, нам рассказывали про разные виды оргазма. Но, слава Богу, леща, глоб, леща, царство небесное, мой преподаватель, вот он уже говорил так, как есть, он говорил, ну, неделя на сегодняшний день лили на оргазм, потому что он один. Просто работает много систем для того, чтобы он был. Самое главное возбудить что? Мозг и гениталии. Все. И разрядка будет. Как вы его называете? Ну, вообще не важно. Мужчины не заморачиваются. Они не делят оргазм на мошоночный, анусный, сосковый. У них просто оргазм. А нам, женщинам, прямо нужно поделить обязательно. Ну, нет, так не работает. Я вам серьезно говорю. Выдохните. Не надо ощущать себя недоженщиной в таком случае. Вот эти все тренеры и тренинги еще будут существовать до тех пор, пока женщины не будут знать свои анатомии, свои физиологии. Не гоняйтесь за эфемерными оргазмами. Да? Уже то, что у вас есть разрядка, то, что вы получаете оргазм во время секса, это и есть тот самый нормальный, классный оргазм, который есть. Не гоняйтесь за каким-то другим непонятным оргазмом. Оргазм его проживания, его сила меняется от секса к сексу, от настроения к настроению, от ретроградного Меркурия. На хрен он тоже может зависеть. Но про ретроградный Меркурий я сейчас пошутила. Хотя нет, может быть. Пеки его знает, но от лунного цикла точно. Вот от лунного цикла сила наших оргазмических переживаний тоже может быть. В общем, самое главное для женщины влюбленность, возбуждение. Чем возбужден наш мозг, чем возбужден наше тело, чем больше задействовано всяких разных эрогенных зон, тем больше вероятность того, что ваш оргазм будет каким-нибудь... Классно, яркий, сильный, не забываем.